Всем привет, с вами Прия. Находясь немножко в очереди, ну такие неудобства бывают, конечно, играя на классике вечером, решил рассмотреть абсолютно все бис-листы и глянуть, какие есть всевозможные крафты, полезные в виде бисовых шмоток. Потому что люди давненько спрашивают о том, какие профессии прибыльные, что можно полезного себе скрафтить, как долго можно с этим ходить. Поизучав информацию, нашел для всех специализаций, для всех классов абсолютно всю эту информацию. Начнем же. Начнем с моего любимого фуривара, так как на текущий момент я им играю, и это знать важно. Суть в том, что контент на классике делится на различные контентные фазы. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. В разные фазы добавляется разный контент. Например, первая фаза идет на текущий момент. Во второй фазе добавится PvP-контент, то есть там начисление званий и все такое прочее. В третьей фазе откроется BVL, логово Крыла Тьмы, где ластом является Нефуриан. В четвертом фазе тоже рейд откроется, в пятой откроется, в шестой фазе откроется Накс Рамос, нашествие плети, финальный рейд и все такое прочее. Поэтому некоторые вещи буду специально называть, с какую и по какую фазу носятся, чтобы вы примерно представляли временные рамки, по которым эти шмотки просто будут на вас находиться. Поехали. С первую по вторую фазу воины, а именно хуманы и орки, носят перчатки Дивизавра. Также носят по ноже. Это весьма неплохой сет, позволяющий набрать нужное количество процентов для того, чтобы нормально дамагать. Далее одевается шлем. Крафтовый, кузнечный. С первую по шестую фазу он носится. Это самый лучший шлем, который только можно придумать. У него прекрасные статы, крафт хоть и дорогой, но все же он носится абсолютно всю игру, что в принципе оправдывает его затраты. Далее. Варлоки носят крафтовую линзу. С самого начала и потом в рейде ее скорее всего меняют. Также крафтится нагрудник варлоком, если он имеет партнерное дело при себе, так как он персональный. И купить его просто-напросто нельзя с аукциона. Увы. Начиная со второй фазы и только ее варлоки носят перчатки. Прекрасные вот такие. Ну а с четвертую по пятую фазу носится сет. А именно нагрудник, поножи, ступни. Хороший сет в принципе оправдывает себя. Далее. Шаман. Шаман Элем носит аналогично зеленую линзу с первой по вторую фазу и нагрудник, поножи, ступни, которые мы рассмотрели чуть ранее. Такой же сет, такой же полезный, носит только четвертую фазу. На пятой это уже меняется на какие-либо рейдовые эпики. Рестор Шам. На первой фазе ему не помешают плечи крафтовые. Они являются пререйдовым бисом. Далее с третью по четвертую фазу Шаманы носят крафтовый поясок, который тоже весьма хорош. Речь-то идет в основном о каких-то шмоточках, перчатках, поножах, поясах, ступнях. Оружие же тоже забывать не стоит, верно? Энг Шам. Носит крафтовое оружие первую фазу. Далее с рейда уже меняет на другую двуручку. С первой по четвертую фазу носит поножи Дивизавра. А с третьей по четвертую разноцветные рукавицы, которые увеличивают силу атаки, но также дают там небольшие резисты эти перчатки. Путь разбойника крайне коварен. Есть билд на кинжалах, есть билд на мечах. Если вы пошли по пути кинжаликов, то крафтовый кинжал вам пригодится на первой фазе. Также разбойники носят поножи Дивизавра и перчатки Дивизавра первую фазу. Далее в рейде уже меняют их. У Холли Преста лишь только один единственный крафт является выгодным. Это плащик, который добавляется во второй контентной фазе. ШП. Жрецы, ветки, тьма. С первую по вторую фазу носят зеленую линзу. С первую по третью носят крафтовую робу. Крафтовый нагрудник самый обычный. Вторую фазу носят перчатки, которые являются крафтовыми из ткани скверны. Ну а четвертую фазу носят нагрудник, крафтовый. Да, там конечно сеты весьма классные, мы его видели раньше, но оно того не стоит. Холли Паладины, доступные Альянсу, носят шлем на первой фазе, плащик со второй и только ее. Также поясок с третью по четвертую фазу. Ретри Паладины на первой фазе, в пререйдовом одевании, до того как получат пушечку с рейда, нуждаются в крафтовой пушке. Раконитовый жнец, прекрасное оружие, которое поможет им в этом нелегком деле, нарезании мобов. С первую по четвертую фазу Ретри Паладины носят шлем львиного сердца. Вары конечно носят его подольше, но Паладинам он тоже нужен. Прот Паладины носят шлем вторую фазу, крафтовый. Ну а также нагрудник со вторую по четвертую фазу. Хороший нагрудник, помогающий набрать им нужное количество статов, а именно рейтинга защиты. Маги во время своего пререйдового одевания также нуждаются в зеленой линзе. С первую по третью фазу носят крафтовый нагрудник, который является персональным, поэтому придется взять партняшку как и чернокнижником, прокачать ее и скрафтить себе нагрудник. Ну а четвертую фазу они носят крафтовый нагрудник. Сет им не нужен от него. У охотников насчет крафтов вообще в принципе все прекрасно. Что им нужно? Перчатки и поножи девизаура. Далее они просто одевают Т1 с рейда и наслаждаются жизнью спятом. Рассмотрев друида хила, можно выделить 4 вещи. На первой фазе носятся наручи, которые являются весьма хорошими. Также плечи на друида хила весьма неплохие. Лишь только во время второй фазы носятся плащик крафтовый. Ну а с третью по четвертую фазу носятся этот поясок, который неплохо так прибавляет статы и является во время этих фаз самым лучшим. Если вы конечно решили поиграть за кота, это похвально. Но он также нуждается в некоторых крафтах, чтобы выдать хороший ДПС. Во время первой фазы перчатки девизаура. С первую по третью фазу поножи девизаура. С первую по шестую фазу крафтовая шапка. Реагенты на нее дешевые, не так как на шлемы львиного сердца придется тратиться. И я думаю вы легко ее заимеете. На мишку можно скрафтить лишь только 2 вещицы. Так как мишка является танком, ему важны немножко резисты. На третьей фазе можно скрафтить себе поясок лавовый, который прибавит сопротивление к огню. Ну а на шестой фазе наручи, которые дадут фрост резист. Сова во время первой и второй фазы надевает на себя зеленую линзу. А с четвертой по шестую фазу просто-напросто гоняет в сетике. Нагрудник, поножи, ступни. Кровавая лоза, ее сет прекрасно вписывается в совушку. И дает ей максимальные плюшечки, максимальные полезности от его использования. Абсолютно все спеки разобраны. Те, которые имеют при себе во время какой-либо фазы бисовые шмотки из какой-либо профессии. Посудите сами, какая профессия более полезна, какая более затратна, какая, скажем так, более обширна касательно того, что... Какое количество крафтов делает. То есть там на кузнечку, например, идут пушки, латы различные. На партняшку там личные крафты. Плюс с четвертого там контентного обновления по шестое, например, на совусы отнужен. Хоть он и является тканевым. То есть насчет этого вообще не пугайтесь даже. Получается, войны носят кожу кольчугу. Это нормально, будучи дамагерами. Так как прибавку за счет правильного использования брони сделали лишь в катаклизме. И все прошлые дополнения использовали абсолютно любой другой тип брони. Не пугайтесь этому и верьте тому, что было сказано. И то, что предоставляет сайт, с которого я все это смотрел. Сайт этот будет указан в описании. Если вдруг я где-то ошибся, то уж не серчайте. Думаю, вы и сами прекрасно разберетесь. Почти уже очередь подошла. Надо бы и поиграть, наверное. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Не забывайте про ссылочки в описании. До скорого.